всем привет и сегодня мы открываем на девятую неделю тестирования помад и восьмую палеток сегодня 56 день с помады и на мне сегодня essence для любителей вот ярких осенних россии вы такой вот смотрите цвета будет у нас с ноль четвертый оттеночек long lasting написано здесь и давайте я покажу как она выглядит стики и на губах практически нет расхождений я так понимаю девчонки что это какая-то прошлая серия или может быть помада остался тюбик сменили я вот не большой специалист в этих обновлениях у essence который проходит очень хорошая увлажняющая такая вот помада знаете не матовая но мне нравятся такие помады они очень хорошо увлажняют губы на осенне-зимний период это прям милое дело ну и соответственно еще и цвет очень он как бы не красный такой но тем не менее он яркий красивый не вульгарный какой-то там несмотря что я такие помаду не очень люблю но мне вот понравилось понравилась помадка хорошая от essence помада это не не какая-то там полупрозрачная то не такие бывают так и восьмая неделя тестирования палеток у нас на этой неделе мы тестируем палеточку от них славни сомочи она называется девчонки вы извините она выглядит не так красиво как должна выглядеть и местами черный поменялся местами он должен быть вот здесь а здесь золотой может быть еще кто-то местами поменялся дело в том что я вчера уронила эту палетку на пол она у меня упала откололись многие кусочки от нее они такие вот мягкие по консистенции эти сами тени как суфле вот его надавливаешь когда и она вот видите где-то я тут пальцем умудрилась их придавливать они вот такие вот неровные вот то что вот было у меня упала я обратно засунула они теперь выглядят довольно странно девчонки вот скажу сразу это такие тени которые могут у вас усохнуть вот посмотрите они вот где-то вот у краев вот допустим на оранжевые посмотрите на ободки он уже начинает отделяться как бы у сиренева тоже видно от своих там где лежал и как бы ссыхаясь они настолько мягкие какие-то пушистые эти тени такая формула теней что долго они наверное не пролежат то есть лет по 15 как некоторые палетки не будет он просто сохнется может вывалиться оттуда у вас из этого рефилом поэтому если кто-то решится на покупку этой палетки то надо будет ей активно пользоваться стараясь ее использовать по максимуму в принципе цвета очень носибельный второй вариант из коллекции лави сумочи там вообще цвета трудно которые используют там желтый зеленый голубой здесь все можно сказать но не то чтобы нет потому что она вся сияющая вот этот белый который в углу он идет единственный такой полуматовый растушевочный остальное все сияющие но цвета такие которые можно носить каждый день этого не зеленый не желтый и не голубой так давайте расскажу уже чем все не красилась наконец-таки тени они знаете девчонки если их не на какую-то без базы у меня лично они могут скататься вот здесь вот вот тут вот они у меня собираются я вот уже сегодня три раза подправляла потому что я на тональный крем прямо нафигачил он тональный крем а так не надо надо видимо на какую-то базу причем база которая суховатая такая ли консилер который но так стараться чтобы вам не сушил соответственно кожу я внизу подводила фиолетовым оттеночком вот этим вот сверху у меня был оранжевый вот этот который серединке яркий и рядом с ним вот этот рыженький вот этот я наносила прям пальцем девчонки вот сюда а здесь внутри оранжевый прямо пальцем я их делала очень хорошо пальцем они наносятся и как-то они слились почти в единый оттенок внизу фиолетовый стал серым превратился сверху немножко тоненько подвела карандашом никс серый металлик стрелочки небольшие в общем то мне понравилось но надо наверное на базу все таки делать потому чтобы не скатывались а то знаете получается палетка которая стоит полторы тысячи ведет себя как будто это алиэкспресс за 300 рублей менял тоже там такие кремовые так скатывались как вот сейчас я на пальцы набрала вот этот оттенок а вот этот смотрите девочки как какая-то красивая вообще конечно тени очень красивые великолепные хочу просто вам показать как на пальцах они смотрятся и потом руки вот я прям вот так пальцем делала потому что они у меня уже ну и заодно так приминаю чтобы назад они не выскакивали это розовенький вот этот фиолетовый вот этот смотрите действительно палетка сумасшедшая просто я вот этим тоже я подводила смотрите какая прелесть здесь даже черный он имеет были блестки то есть вся такая палетка сияющие мне кажется своей коллекции можно ее иметь потому что это какие-то уникальные своего рода тени но но не уверена я что они прям долго продержатся они все-таки имеют такую тенденцию усыхать девчонки вот посмотрите с дня вскрытия палеточки два года у нее срок годности в общем-то нормально да за два года можно ну может быть я не знаю там до дна дотереть чего-то но десять рефильчиков в граммах здесь здесь идет в граммах один и три грамма в каждом рефильчике самый светлый это который растушевочные вот первый идет матовый и дальше поехали смотри девчонки как они это и хорошо передаются как они блестят какие они классные все сиреневый с блеском черный смотрите какой но это для любителей сияния вот этот рядом с розовым тоже смотрите какими сверкающим вот я сама говорю я делала свочи несколько дней на руке и вот ходила влюбовалась даже не смывать не хотелось настолько они настолько не классно и вот такая девчонки убойная палетка сегодня 57 день проекта помада в день и сегодня у меня эссенс серия мат 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 называется оттенок 04 ready set им пресс называется эссенс блеск для губ мат 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 лип глосс воздушная матовая текстура не сушит губы она действительно не сушит губы но он не стойкий он отпечатывается это просто как помада только с матовым финишем очень комфортно на губах совершенно ничего не сушит смотрите какой великолепный оттенок вот это я не знаю есть ли серия это либо она уже распродана либо до распродается не помню откуда он у меня этот блеск очень красивый матовый какой красный какой-то немножко синевой что ли вот я ли обожаю такие красные оттенки они мне очень нравится сейчас вот прямо средь бела дня с такой помадой пойду на улицу потому что сегодня у меня не яркий макияж глаз я считаю что очень она классно держаться долго не будь девчонки кто интересуется насчет стойкости нет ее подправлять придется очень часто так теперь значит у нас второй день тестирование палеточки от них славе и сомочи сегодня в макияже в моем участвовала макияж сегодня преимущественно золотыми оттеночками стрелочку как всегда я подвела тоже карандашом металлическим карандашом тоже от них смотрите он уже вот такой маленький стал довольно быстро заканчивается сейчас я покажу вам свой это такой серый металлик на глазах сегодня использовала оттеночек вот этот вот где палец золотой и вот крайне с верхней вот этот золотой над черным который со стрелочкой внизу я чуть-чуть черный вот этого блестящего оттеночка добавила вниз глаза нам совсем слегонца вот смотрите девчонки несмотря на то что палеточка такая вся сияющие как бы ничего особо на такой макияж офисные строгий скажем так не выдумаешь тем не менее вот смотрите я считаю что с таким макияжем можно куда угодно на работаю где угодно не есть сияние но она прям зайти не какой-то такой бешеный очень даже скромный нормальный макияж с этой палеткой еще что я хочу вам про нее девчонки сказать вот эти тени очень хорошо переносятся пальцем просто замечательно даже лучше чем кистью не знаю кто придумал вот эту вот формулу как суфле такое потому что вот я ее говорил да я уронила ее и прям вот эти кусочки пальцем туда же перепрессовал один с некоторыми ставим местами поменялись цвета пальцем утрамбовала без всякой перепрессовки которую надо там с помощью спирта делать они сами приплюснулись и похожие на эту формулу это вот это вот физичность формула это бронзер он какие-то не маслянистые такие и новая паша вышла линию санс это молодых хром и у катрис тоже chrome линеечка и вот их когда трогаешь они очень приятные на ощупь эти тени но могут немножко ссыхаться мне кажется со временем потому что я смотрю когда на рефил и вижу что вот они как будто сами тени от окрая начинают со временем отделяться но их можно обратно приплюснуть за счет вот этой пластичной такой кремовой своей формулы очень девчонки это конечно приятно то вот американцы или кто из них там первый я уж не знаю я не гуру такой в мире косметики то из них выдумал эту форму она реально шикарно вот тот же бронзер я там внутри такая кисточка поролоновая возьми прям вот ляпаешь да вот так вот и тут же вот можешь все распределить по лицу так как тебе надо без пятен без всего хайлайтер этот тоже вот на мне золотой он на пальце если делать свой что счета давайте прямо сейчас пока смотрите если когда сводч делаешь кажется что боже куда такое девать да а на самом деле вот начинаешь наносить и распределишь и все у себя очень классно получается в итоге вот нет уже дикого этого никакого да вот видно что сияет причем классно красиво сияет посмотрите как вот сочетание с бронзером этот золотой очень хорошо хайлайтер мне кажется смотрится великолепно 58 день у нас с помадой сегодня на мне помада карандаш от белла оги было вот же в 0 4 оттеночки сейчас я покажу как она выглядит это матовая помада вот выглядит виде карандаша хорошая стойкость несмотря на то что она у нас будет оставлять отпечатки но она очень она хорошо плотно сидит на губах не увлажняющие вам нужно будет перед нанесением использовать бальзам но ее зато не надо подправлять каждый час и смотреть затекла на там за контур или нет за счет вот своей такой плотной консистенции мне очень она понравилась ну и вот как вы заметили на этой неделе я что-то прям вот на красные накинулся почему потому что мне кажется что вот такой золотой макияж очень хорошо подходит красная помада просто красная помада больше не подо что как правило не подходит кроме как вот вот такие вот нейтральные макияжи и до этой недели у нас палеточка никс она сейчас я покажу значит стрелочку подводила тоже карандашом никс я уже показывал много раз его это вот такой серый металлик сейчас я покажу вам чем я красилась ну в общем я использовала оттеночек вот золотой который сверху это в уголке глаза и вот здесь я использовала этот оттенок где палец мой а вниз подводила вот этим красноватым который рядом с золотым находится вот этим вот это я внизу подводила вот этим в красноватом получается что с этой палеткой вот у меня уже третий раз до выходят такие вот макияжи которые многие любят и которые подходят она на каждодневную носку то есть вот куда угодно с ним можно и помада красный уместно 59 день проекта помада в день сегодня на мне жидкая матовая помада эликсир от компании ари флейм вот так выглядит красиво сама упаковочка номер этой помады 33 802 папе pink называется оттеночек она стойкая она не оставляет отпечатков держится очень хорошо немного такой оттенок скажем так на любителя но мне кажется он довольно красивый летом так вообще будет просто супер сейчас я покажу ее кисточку вот так выглядит она на кисти на губах расхождение никаких нет вот выглядит также флакончик прям люксовая такая упаковка классная как стеклянная такая вот очень качественно сделана помада составе ухаживающие масла находится вот такой вот такой формулы помады у меня еще не было ее когда красишь и на первые 30 секунд она как такая вот лаковая и потом застывает превращается абсолютно матовую оттеночек выглядит вот так я уже показывал своем проекте но если кто не видел номер этой помады во сводчину руке шикарные девчонки помада классные они не очень конечно бюджетные но они прям того стоит вот великолепные глазах это тоже вот я не помогу часто показываю не нахвалюсь никак на этот карандаш никс он тоже не бюджетным даже со скидкой 30 процентов стоил почти 500 рублей но он реально классно нарисуют на любых тенях вот какой послой вы не нанесли все равно стрелку сделаете есть карандаши которыми вот по теням замучаешься рисовать они как-то на себя набирают тени и все и потом вот хоть глаз выкали и этот же карандаш смотрите он хоть и весь в тенях а все равно вы нарисуете по любому тоже сегодня использовала оттенки опять я золотым сегодня но в следующий раз розовый сделаем вот этот вот очень шиммерный золотой и фиолетовый фиолетовый если и до этого наносила как бы вот еще пыталась тоже золотые сделать вот этот вот оттеночек и немного вот он на золотой лёг вот этот сиреневый получился он как серый смотрите вот внизу тоже он этот же сиреневый и он в общем-то сиреневым то не смотрится все равно так вот серый прилично дает если смешивать его с золотым то вот он прям таким серым становится тоже довольно нормальный получается макияж такой какой-то не не вычурный скажем так 60 день проекта помада в день сегодня у меня на губах новиночка от oriflame недавно только вышел этот в эту линеечка в ней очень много разных цветов у меня на губах оттенок который называется цветущий клевер артикул этой помады 35 170 сейчас я покажу как она выглядит на стеке это оттенок который находится в холодных оттенках это кремовая помада обладает очень хорошей стойкостью потому что у меня обычно я накрашу пока губы все пока остальное дело у меня уже пол помада куда-то съелся это сидит вот на месте стойкость хорошая матовый финиш кремовое нанесение не сушит губы очень удачный выпуск у oriflame девчонки кто покупает берите пробуйте сегодня два оттенка использовала это вот этот розовый и оранжевый который вот средний с розовым внутри глаза оранжевый оранжевый вот здесь я наносила их кистью и если вы хотите вот допустим вот здесь усилить цвет придать ему более или больше яркости я например делаю пальцем они очень хорошо на палец приносится или становится гораздо ярче вот если вам надо такое легенькое покрытие чтобы не сильно ярко вот это все бросалось в глаза сверкал то можно кисти хорошо получится они легко наслаиваются то есть вот яркость ней можно можно регулировать как ну впрочем во многих палеточках вот получается мы с вами все посмотрели уже а наносила я их вот на этот единственно матовый оттеночек который здесь который здесь есть девочки еще хочу сказать вот я сейчас на улице помада видите не съелся блеск остался цвет и он совершенно вот никак не отпечатывается остается на губах это новинка oriflame очень классно и забыла сказать то что вот внизу я подводила черный и стрелочку тоже я делала это из палеточки черным цветом кисточкой такой тоненькой высоту можно с этой палеткой не использовать карандашей 61 день проекта помада в день сегодня нам не полуматовая помада от faberlic серия называется бархатный сезон смотрите какая здесь удачная упаковочка сделана с такими вот точечками магнитиками которые примагничиваются колпачку артикул помада 460 очень хорошие девчонки удачная серия она хорошо сидит на губах комфортно увлажняет с матовым модным финишем она оттенков там много нюдовые разные хорошая цветовая гамма давайте я покажу как выглядит стик вот так выглядит на стике на губах как будто кажется чуть ярче она даже хорошая помада надо присмотреть у них бывают распродажи часто можно за 179 рублей цена каталога приобрести помаду и сегодня мы и сегодня последний день тестирования палеточки ник славьёсомочи я решила вам показать сегодня в уголке глаза это будет оранжевый вот этот вот третий оттеночек оранжевый и вот здесь это не нет это не черный это сиреневый но она почему-то на глазах вот прям конкретно уходит серый стрелочку карандашом подводил внизу тоже сиреневый но он получился серым и вот на сводча я сделала этого сиреневого оттенка рядом черный то есть вот этот сиреневый он почему-то вот серый именно уходит на сиреневый он никак не похож прям вот в тенях он сиреневой в палетке на глазах у меня всегда получается серым в общем то с ней можно довольно такие вот делать приличные макияжи если угну не считать сияние из таких нарядных розовые и оранжевые остальные все приличные цвета эти вот золотые что еще могу сказать вот у меня почему-то эти тени вот тут складки скатываются если их только без вас сделать не знаю девчонки вот я слышала что у многих хороший очень рассказывает хорошая стойкость у палетки у этой у меня постоянно я вижу как они у меня скатались складки века поэтому я не знаю я говорю что был у меня кто так хвалит у кого-то ничего не скатывается все держится великолепно поэтому я вам не могу однозначно ответы дать у меня эти тени скатываются поэтому вот такая вот палетка она довольно не бюджетно стоит за полторы тысячи и вообще я считаю не стоит она того если есть какие-то скидки 30 40 процентов то можно задуматься если вам рады сияющие оттеночки именно такие туда можно рассматривать и экспериментировать там с разными базами припудривать ее возможно чтобы они не собирались вот но за полторы тысячи еще и скатываются у меня палетки вот revolution никогда ничего не скатывается только вот с алиэкспресс были такие палетки которые собирались и вот это никто разница никс и алиэкспресс в общем вот так вот девчонки обижайтесь не обижайте кто-то сейчас может заступников будет я рассказываю вам именно как свои ощущения вот поэтому поэтому смотрите сами надо вам или не надо все на этом заканчивается девятая неделя наша с помадами все увидимся следующих видео до скорых встреч пока пока всех благодарю за внимание пишите комментарий и до скорых встреч